Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня будет видео о покупках и первое, что я вам покажу, это ботильоны. Я наконец-то их купила, я их нашла. Это 39 размер. Я почему-то думала, что он будет хлюпать, но нет, он не хлюпает никак. Здесь есть обязательно молния, потому что без молнии мне не получается жить. Они очень удобные от марки, от бренда Дженни Ферри. Я не знаю, может быть это вам что-то даст, может быть ничего не даст. Но я искала именно вот такие. Именно этого материала, такой мягенький, как называется. Тут есть каблучок, приличненький, для меня он приличный. И танкетка спереди. Если бы не было танкетки спереди, я бы не могла в них ходить. Я их буду носить исключительно, когда будет очень-очень сухо, и они просто божественные. Мне кажется, что многие будут дивиться тому, в чем я хожу. Следующее. Я купила в Бершке платьишко, которое было в едином размере, в размере S, но это, конечно, не S. Оно очень милое, классное. Это не Китай, это Турция. Оно выглядит таким гофрированным, вафельным. Я не знаю, как правильно материал этот назвать. Я не занимаюсь одеждой. Оно легкое, нежное, прекрасное. Единственное, что нельзя в нем нагибаться. Нагибаться именно вперед головой. Потому что будет видно абсолютно все. По крайней мере, у меня точно будет видно все. Поэтому нужно аккуратненько, как принцесса, спускаться вниз. Оно коротенькое, да. Ну, в принципе, мне понравился цвет. Последнее время меня тянет на красный и на клеточку, или там еще очень интересная клеточка, которую я даже не знаю, как назвать. Которую я вам позже покажу. В общем, нежное платье на лето. Может быть, даже для этого города сойдет. Интересненькое. Стоило 1000 рублей. На распродаже. Я не помню, сколько оно без скидки стоит. Следующее. Это покупка из Остина. Курточка на весну. У меня в основном кур... Что такое? У меня в основном все куртки, они теплые, либо очень как тряпочка. Мне нужна была еще одна куртка. Да, у меня есть одна. Мне нужна еще одна. Только без капюшона. Никакого капюшона. Яркая подкладка. И вот эта вот странная, сурикеноподобная клеточка. Кто-нибудь напишите, как правильно называется. Тут еще есть желтые полоски. Много хороших надписей. То есть, никакого там... Никаких плохих слов, ничего. Еще спереди есть надпись. И такая мотивационная. Мне очень понравилась. Яркая. Я думаю, она мне идет. Я буду надеяться. У меня получился почти костюм. Я в разное время покупала вот такую вот клеточку. Пусть она будет называться клеточкой. Штанишки купила. Рюкзак купила. И у меня получился как костюм. Это из Остина. Я взяла большой размер. Размер латч. Она стоила 4000 рублей. Но вчера... Да, вчера. Была очень классная скидка. И она вышла за 1800. Вот такое вот. Я за 1800 могу купить. Но никак не за 4000. Честно. Она, как сказать вам, коротенькая. Да, она только по пояс примерно. Можно... При желании можно и натянуть. Но я не буду натягивать. Я с чем-то длинненьким буду ее носить. В общем, я рада этой покупке. И я не знаю, что еще о нее сказать. Она очень нежная. Так, едем дальше. Красиво упала. Следующая. Это вот такая вот странная, непонятная футболка. Которая, не знаю даже, куда я буду носить. Она стоила 800 рублей. Я ее купила за 500. В магазине Resert. На ней также есть надпись. Хорошая надпись. И она вот сделана вот так вот. То есть она вшита в нее. Лесочки такие блестящие. И я надеюсь, что... Ну, вот уже засечки. То есть она не для того, чтобы ходить там каким-нибудь сараем или еще где-то. То есть немножечко задела ее и все. Она уже никакая. Я буду надеяться, что она у меня долго проживет. Куда я буду носить, я еще не знаю. Но надо было купить. Следующее, что у нас есть. У нас есть вот такой вот помпончик. Да. Для насморка, извиняюсь. Я его купила в Улыбке Радуги. Он стоил 100 рублей. Я его купила за 49. Мне в последнее время очень они нравятся. Выглядит интересно на сумках. Это для летней мне. Далее, что у нас есть? Далее у нас есть... Мелочь осталась. Сенсей. Мой любимый Сенсей. Сейчас нам скидки на все аксессуары, кошельки. В общем, бегите туда. Лучше закупляться заново. Заново, что? Закупляться лучше заранее. Например, я закупила с сережками. На следующий Новый Год. Надеюсь, его мне не испортят. Они стоили 200 рублей. Но я их купила за 50. Очень милые. Мэри Хрисмас. Сережки. Они очень-очень легкие. Они настолько легкие и тонкие, что я боюсь, как они у меня доживут до следующего Нового Года. Потому что безумно тонкие, безумно красивые. И очень-очень нравится. Следующие серьги. Это серебро. Они стоили 100 рублей. Они стоили 100 рублей. Офигеть. Я их купила, опять-таки, за 50. Красивые. Как будто бы несколько колец у них идет. Они безумно круто блестят. Хотя у них нет никаких блесток. Но они довольно-таки заметные. Да. И, конечно же, они безумно легкие. Я тяжелые серьги никак не могу носить. У меня начинает все болеть. Еще один пакетик. Тоже украшение. Тоже дешевое. И я этому украшению рада. И это все мне уже на лето. Вот эти украшения. Вот такие вот три браслетика. Я обожаю все блестящее. Вы это уже знаете. Он стоил, этот набор из трех браслетов, 200 рублей. И я его купила за 50 рублей. Конечно же, все безумно блестит. Все очень классно, круто. Буду летом носить. Либо в какой-нибудь ресторанте пойду. Обязательным надену. То есть, просто легкая бежучка, которая радует глаза. Я смотрела вчера всякие драгоценности, золото. Но, честно, я все-таки не фанат какого-то дорогого. Купи одно, подороже пусть. Но зато на всю жизнь мне такое не нравится. И тут ценник, кстати, оказывается неправильно наляпали. Я хотела это купить на Алиэкспресс. Это стоило 400 рублей. Тут сделали ценник 100 рублей. В итоге на кассе мне пробили за 50 рублей. Это очень нежное... Не знаю даже, как назвать. Как тут называется? Ладно, лучше даже не считать, как это тут называется. В общем, будем считать, что это колье. Оно нежно идет из трех цепочек. И здесь звездочка. Звездочки маленькие. И камушек. Даже это не камушек, честно. Это не камушек. Это подобие камушка. Просто краска на такой шелушащей поверхности. Но выглядит все очень красиво, конечно, если не вглядываться через лупу, то это выглядит все вместе очень красиво. Как думаете, мне пойдет? Надеюсь, что пойдет. В общем, я рада, что я это купила не за 400 рублей. За 400 рублей я бы это вряд ли купила. Также на Алиэкспресс вот этих вот бежучек очень много. Но я решила, что лучше здесь. Далее, что у нас есть? Заключение. Мне, кстати, Олеся подарила. Если я, конечно, достану попсокет. Нет, не достану. Однажды мы с ней гуляли, и я решила, было бы круто купить ей ушки. Они такие золотые, если я правильно помню. Здесь два шарика, и там два ушка на каждом шарике. Как будто ушки зайчика. Я решила, что будет круто ей это подарить. И на нее это надеть. И она так и ходила. Я не знаю, видели ли вы ее фотку в инстаграме. Может быть, видели. Это выглядело очень мило. В общем, я не могу открыть. Мне не хватает сепленок. Да, вот такой я слабый человек. Она мне подарила попсокет. Такой вот красненький. Как какой-то кристалл красный. Я, правда, не знаю, на какой чехол я это нацеплю. Но он классный. Спасибо. Так, вот так. Также я купила на пробу, скажем так, лучше пользоваться мицеллярной водичкой. Но если ее нет, можно это использовать. Но они, правда, почти вся пачка уходит за раз. Это влажные салфетки для снятия макияжа. То есть они абсолютно все просто размазывают на вашем лице. Но пользоваться все равно можно. То есть я не буду их выкидывать. Они стоили 16 рублей в улыбке радуги по акции. Если бы они не стоили 16 рублей, где-то дороже. И я бы знала, как после них себя кожа чувствует. Или как они стирают. Я бы их не купила. Вот. Но сказать, что это моя неудачная покупка, можно как-то ими пользоваться. Следующее. Куча-куча масочек. Масочки даже есть, которые я ни разу не пробовала. Сом, они такие и есть. Первая маска из Fixed Price. Релакс маска для офиса. Не понимаю, какие офисы использовать. В пути, в самолете, после учебы, перед сном. Она разогревается до 40 градусов. Плюс 40 градусов. Ее нужно держать 20 минут. Это маска на глаза. Никогда не пробовала. Ну, милая упаковка. 55 рублей. Вот эти вот масочки мне очень понравились. Они стоят по 89, по 69. Конкретно это из подружки. Угольная маска для чистой кожи. Точнее, чтобы ваша кожа была чистая. Далее омолаживающая такая вот масочка с улиткой. И антиакне. Ну, понимаете, у меня проблемы с лицом, поэтому мне она нужна была. Вот эти вот по 89 рублей стоили. Также из Fixed Price я купила вот такие вот две. Они мне очень нравятся. Dr. Smart тоже, чтобы лицо антиакне и омолаживающее слегка. По 77 рублей. Очень хорошая цена, потому что в жизни они стоят от 100 рублей. То есть, мне они довольно-таки нравятся. Я покупала фольгированную эту маску, состоящую из двух частей. Мне не хотелось, если честно, ее снимать. Поэтому это классная маска. Я вам советую. Следующее. Я в последнее время начала пользоваться чистой линией. Она тоже неплохо помогает. У меня там ванная комната целая. Просто в чистой линии. Там много разных. Мицеллярная водичка. Еще что-нибудь. Пенка. В общем, довольно-таки неплохо. Вот это вот очень странно выглядит. Болочко для снятия макияжа. Очень странно было его наносить на лицо. Стоит оно 63 рубля по акции в Metro Cash and Carry. Но неплохо. Неплохо. Так скажем, лицо чуть-чуть получше стало. Будем надеяться. Сейчас вот только чистый линия. И последнее, что я вам покажу. Это заказ на Glam Glow. Color Glow. Маска-пленка для лица. Розовая и черная. Надеюсь, она действительно пленка. Потому что последний раз, что я покупала из подружки, она выглядела очень-очень красиво. Но это не была пленка. Проходилось ее просто смывать. Вот. Должна блестеть, как какой-нибудь радостный единорог. Сияние против серости и усталости. Ровный тон кожи. Сглаживает рельеф. Насыщает кислородом. Битокс эффект. Они стоят каждое по 149 рублей в Ашане. Еще не пробовала. Не открывала даже. Сейчас открою. Посмотрим, как ее там мало. Как обычно бывает. Я буду надеяться, что у меня кожа не скажет. Господи, что это купила. Ну да. Очень мало. Я не знаю, насколько у меня применения этого хватит. Но буду надеяться, что надолго. Никакой инструкции дополнительной к ней нет. Вот такие дела. А так. Все. У меня больше нет никаких покупок. Еду им показывать не буду. Возможно, она попадет в какие-нибудь фавориты. Может быть, я что-то придумаю снять. И я надеюсь, что вам понравилось это видео. И напишите в комментариях, какая у вас была последняя там долгожданная покупка, посылка или то, что вы очень хотели когда-то купить и не покупали, потому что не было акции. Как это делаю иногда я. Желаю всем прекрасно. Сегодня у нас в воскресенье прекрасное начало недели. Она у меня будет не очень прекрасная, к сожалению. Но как-то так. Одевайтесь по погоде. Улыбайтесь больше. И ухаживайте за своим лицом. Всем пока.